Одна из стратегических задач в рамках развития арктической зоны России – дальнейшее сохранение объемов добычи угля в Коми. Речь об этом шла сегодня в Воркуте во время рабочей поездки в Заполярный город. Вице-премьера федерального правительства, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чукункова. На месте работает наша съемочная группа. Дарья Волокжанина готовится выйти с нами на связь. Дарья, добрый день. Расскажите, что уже успели посетить и обсудить члены федерального правительства. Анна, добрый день. Первым делом правительственный десант вместе с главой Коми и основателем корпорации АИОН Романом Троценко посетили угольный разрез Юнь-Яньгинский. Добыча угля здесь ведется открытым способом. Ранее считали, что в условиях Крайнего Севера это просто невозможно. Но коллектив смог доказать, что в суровых условиях Арктики, где зачастую бывает даже минус 40, открыта добыча не только технически возможна, но даже и экономически целесообразна. Об этом вице-премьеру правительства России Юрию Трутневу рассказал директор Воркута угля Максим Панов. Здесь мы запустили в 2000 году, значит, и этот угольный разрез добыл 10 миллионов тонн водной массы за этот период времени. Всего сейчас в данный момент в компании работает 6 тысяч сотрудников. На единственном угольном разрезе работает 106 человек. Три машинокомплекта, общий объем добычи годовой это 250 тысяч тонн. Ценная марка К, которую мы отдаем в производстве, сейчас уже на новой территории нашего разреза, на чем уголь уходить. Значит, два маршрута в месяц мы отдаем. Как уже было сказано, Юнь-Янгинский карьер начали разрабатывать с 2000 года. Его масштабы впечатляют. Это 3 на 5 километров. Работа здесь никогда не останавливается. Об этом нам рассказал директор угольного разреза Павел Тувин. И предлагаю послушать его интервью. На данный момент мы работаем на участке Вюм, восточной Юнь-Янгинской мульды. В ближайшие три года карьер будет работать именно здесь. Запасов, которые поставлены на баланс, порядка 2,5 миллионов тонн. С добычей, которая есть на данный момент, мы будем работать еще примерно около 10 лет. Работают на разрезе 12-кубовые экскаваторы, 90-тонные самосвалы. Бульдозера и буровые санки. Работа никогда не прерывается. Работаем постоянно, круглосуточно. Отсюда уголь вывозится на промышленную площадку, отгружаются вагоны, воркутинским транспортным предприятиям и перевозится на Печорскую обогатительную фабрику. На Воркутинский геолого-промышленный район приходится 4,5% запасов угля от общероссийского объема. Это около 4 миллиардов тонн. Район обладает высоким промышленным потенциалом. Этот стратегически важный источник высококачественного металлургического и энергетического сырья для Русского Севера, Центральной России. А само городообразующее предприятие Воркутауголь – одно из крупнейших по стране по производству коксующего угля. Да. И, Анна, на этом у нас пока все. Вам слово. Далее продолжим в вечерних выпусках. Дарья, спасибо. Ждем ваше следующее включение из Воркуты.